МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях в студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. Ночь в изоляторе, как полиция задержала Саакашвили. Где он сейчас и спокойно ли на улицах? Пять часов пешком. Почему жители нескольких сел в Днепропетровской области оказались без автобусного сообщения? Черный список ЕС составил перечень стран, не желающих сотрудничать в сфере налоговой отчетности. Чем и кому это грозит? Страны Запада считают задержание Михаила Саакашвили внутренним делом Украины. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Павел Климкин и добавил, ожидать официальной реакции не следует. Тем временем у здания изолятора временного содержания СБУ, где находится бывший губернатор Одесской области, на данный момент ситуация спокойная. А вот как развивались события накануне? Ночью далее в материале. Первым кратко о задержании Саакашвили сообщил его соратник Давид Сакваралидзе в начале 11 вечера. Затем появились подробности. Саакашвили задержали дома у бывшего начальника полиции Луганской области в одном из спальных районов Киева. Генпрокурор Юрий Луценко написал в Фейсбуке, что Саакашвили отправлен в изолятор СБУ, где и будет находиться до момента избрания меры пресечения. В ГПУ говорят, что следствие по делу экс-губернатора завершено и в суде для него потребуют домашний арест с ношением электронного браслета. Адвокат же заявил, что политик в СИЗО объявил о начале бессрочной голодовки. Сразу же после ареста возле ИВС, в котором находится в Саакашвили, обосновались его сторонники. Активисты принесли бочки для обогрева, шины, палатку, которую полицейские им не позволили установить. Сейчас там ситуация спокойная. Как известно, 5 декабря правоохранители пришли с обысками домой к Саакашвили и задержали его на крыше здания. А затем вывели и посадили в автомобиль. Сторонники политика попытались помешать правоохранителям. Между ними возникли локальные стычки. В итоге активисты вытащили задержанного из машины. Оттуда толпа направилась к парламенту. В тот же день генпрокурор заявил, что причин для ареста достаточно. По его словам, все акции Саакашвили финансируются из России. Кошельком Януковича, беглым молодоолигархом Сергеем Курченко. В доказательство этого обнародовали аудио и видеозаписи, где стороны якобы координируют действия и через посредников передают Саакашвили более полумиллиона долларов. Возле здания Минюста появилась палатка протестующих против коррупции в ведомстве и невыполнения решений судов. Ее установили представители соцпартии и ее лидер Сергей Каплин. Об этом нардеп написал на своей странице в Фейсбуке. По его данным, чиновники министерства незаконно потратили 100 миллионов государственных средств. При этом документы пытались уничтожить и не пустить детектива в НАБУ с обысками. Соцпартия обещает собрать все доказательства преступления. Более 100 мин выпустили боевики в сторону позиций сил АТО. За минувшие сутки четверо украинских военных погибли, двое ранены. Сложная остается ситуация в районе Светлодарской дуги. Здесь враг применял минометы запрещенного калибра. Из гранатомета в Биле по защитникам Авдеевки, Каменки и Широкина в районе Майорска боевики открывают огонь в серой зоне в то время, когда люди проходят линию разграничения. Наш военкор Ирина Баглай продолжит. Майорск рядом с Зайцево, села на линии огня. Обстрелы здесь как по расписанию. Еще до рассвета боевики со своей стороны запускают людей, пересекающих линию разграничения в нейтральную зону. И пока контрольно-пропускной пункт с украинской стороны еще не открылся, наемники начинают стрелять по позициям военных, которые находятся рядом с дорогой. Калибр пушки боевой машины пехоты не уступает миномету по разрушительности. Вооружение потяжелее наемники держат за терриконом. Это уже окраина Горловки. За терриконом находится их минометка. Они тоже отработают с минометом. Как только стемнеет под прикрытием огня, боевики пытаются пройти по лесопосадкам вдоль дороги. После их вылазок наши военные находят растяжки среди деревьев поблизости от блокпоста. Встановили. Монки тоже их уже установили. Встановлены уже стреляли. Просто обрезали проводы. Человек зашел в посадку, тоже, напевно, сделать нужду. И зацепил растяжку и подорвался. Эмма Степановна с обочины не сходит. Хотя и надеется, что ей ничего не угрожает. Все, по-моему, расчищено. Когда были мины, то стояли растяжки. И написано «мины». Пять часов пенсионерка уже в пути. Из оккупированной Горловки едет в Славянск. За украинской пенсией, которая позволяет выжить. Жалуется, в родном городе все очень дорого. Цены только на дни циферки смотришь и поражаешься. Ужас берет, какие цены у нас. Люди не скрывают на оккупированной территории. Им тоже выплачивают деньги. Там помощь платят. Там не пенсии платят. Недавно сепаратисты добавили по 50-100 рублей пенсионерам. Но суммы и после того остаются мизерными. У меня 3000. На такую же сумму удалось найти работу и сыну Эммы Степановны. Шахтер в прошлом теперь согласен на любой заработок. Ведь шахты давно под замком. Пошел на кладбище работать. А там, в общем, что-то 3000 получают, кажется, русскими. И лопату раз поломал, лопату два поломал. У меня взял лопату. Я говорю, да что еще на лопату я не буду работать. Зарплата там 2700 русскими. На 2700 это нереально молодым людям прожить. Но люди вынуждены идти и там работать. Ирина Баглай, Андрей Косюк, Евгений Малярчук. Из Донецкой области. Подробности телеканал Инка. Встреча советников глав стран Нормандской четверки проходит сегодня в Минске. Общаются без прессы. Глава Медукраины Павел Климкин сообщил, что речь пойдет о безопасности и гуманитарной ситуации на Донбассе. Кроме того, Климкин рассчитывает, что в ближайшие недели состоится обмен с заложниками. Я не беру, скажи нет и ты. Флэшмоб под таким названием устроили пограничники аэропорта Борисполь. Действия приурочили к международному дню борьбы с коррупцией. В акции приняли участие десятки пограничников. Таким образом, они хотели показать свое отношение к взяткам. Каждый из них держал в руках плакат со словами, которые, по мнению самих стражей границ, характеризуют современное европейское государство. Я не беру. Твои не имеют значение. Я не беру. Коррупция – это злочин против независимости. Я не беру. Не роби коррупцию обличьем Украины. Четыре месяца без автобусного сообщения. В таких условиях живут шесть сел Днепропетровской области. Даже кареты скорой помощи зачастую туда не доезжают. А чтобы добраться до райцентра, уходит не меньше пяти часов. Почему отменили маршрутки, выясняли наши корреспонденты. Олесю Козярик мы встретили в поле. Женщина шла на железнодорожную станцию в соседнее село Каменка. Говорит, так можно добраться в райцентр Апостолова. На дорогу тратит около пяти часов. И так каждый божий день. Ну, минут сорок пять надо идти, чтобы сесть на поезд, а потом еще добираться там. У нас тяжелая бабушка. Нужны медикаменты. А чтобы их приобрести, надо только в Апостолу, потому что здесь их нет. Вот это вот и наша проблема. Пожалуйста, помогите. В такой же ситуации жители шести сел, это больше трех тысяч человек. Говорят, раньше через их села практически каждый день ходили маршрутки. Можно было добраться и в Апостолово, и в Днепр, и в Кривой Рог. Но с лета ни одного автобуса. Водители отказываются от поездок из-за того, что дороги в ужасном состоянии, объясняют на автостанции. Летом едва не попал в аварию автобус с 17 пассажирами. Водитель бросил ключи. Сказал, я в тюрьму сидеть не буду. Из-за людей. Тут от дороги. Все зависит от дороги. Только дорога будет, маршрутка обязательно пойдет. Местные жители рассказывают, за последние 20 лет ремонтных бригад на дороге не видели. Звонили, писали в разные службы, но везде получали отписки и пустые обещания. В областном управлении службы автомобильных дорог объясняют, денег на ремонт не хватило. В этом году ее поточный средний ремонт, денег были выделены, но она не вошла в список. Будем планировать на следующий год. У меня был разговор с заместителем директора, начальника службы автомобильных дорог Лебединским. Он пообещал, что уже на этой неделе они сделают в самых критических местах этой дороги, и сделают отсыпку шлаком, так, чтобы мог проехать автотранспорт. Общественный транспорт начнет ездить через села уже со следующей недели, заверили чиновники. Вот только выполнят ли они обещания, большой вопрос. Анастасия Старовой, Елена Миндалюк, Евгений Конденцов. Подробности Днепропетровская область. В городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области полиция жестоко расправилась с инвалидом. И все из-за того, что ветеран АТО Руслан Фризин всего лишь попытался отстоять свои законные права в местной службе доставки. Продолжит Станислав Кухарчук. Я уже звук до этого всего. Я до уваги это сильно не беру. Свою ногу Руслан потерял, подорвавшись на мине под Майорском летом 2016-го. До того сержант 53-й бригады получил серьезную контузию. Сейчас он старается об этом лишний раз не вспоминать, чтобы побыстрее влиться в повседневную жизнь. Но и здесь, на мирной земле, ему еще раз пришлось повоевать за свои права на новой почте. Говорит, второй группой инвалидности козырять не любит. Поэтому стал в общую очередь за посылкой. На оператор отделения решила первой обслужить постоянную клиентку. Замечание Руслана буквально в считанные секунды переросло в словесную перепалку. После приезда полиции конфликт не угас, а разгорелся еще с большей силой. Несмотря на явные признаки инвалидности, патрульной силой пытались вытащить ветерана из помещения. По-братиму Руслана в который раз просматривают видео с камер наблюдения. Говорят, полицейские грубо нарушили все нормы закона. Применять физическое воздействие к инвалиду они попросту не имели права. Прием задушения кладут на пол. Відповідно, когда полицейские заходят и бачут, что не происходит никакого конфликта, у них нет никаких способов выполнять, або затримать, або что-то таки делать. Уже на улице две группы патрульных силой пытались надеть ветерану наручники, а затем отвезти в отделение для составления админпротокола за нецензурное высказывание в общественном месте. Строители, которые были свидетелями этих событий, сами едва сдерживают возмущение. Уже через несколько дней после случившегося представители компании по телефону принесли свои извинения Руслану. Дескать, неувязка вышла, не знали, что мужчина инвалид. А конфликт руководитель филиала называют словесной перепалкой. А що відбувалося, коли тебе приїхало? Суточка. Між кем? Між працівниками, клієнтами і... Ну, між працівниками і клієнтами. Суточка, це хтось бувся? Не, словесно. Поліцейські, задержавши Руслана Фризина, як ні в чому не бувало, несуть службу. В їх роботі у руководства претензій нет, хоча служебне расследование по данному факту все же начали. По данной ситуации проведуть перевірку незалежних особей, які визначатся із правомірністю дій працівників поліції. Але Руслана і його попротимо в служебне расследование поліції не устраивает. Ветераны уверены, здесь явне превышение полномочий со стороны патрульних. Соответствующее заявление бойцы АТО подали в прокуратуру. Кроме этого, Руслан за нарушение прав інвалида намерен жаловаться і на отделение службы доставки. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкасская область. Банду наркоторговцев задержали в Черкасской области. Как сообщили в службе безопасности, правоохранителям удалось поймать организатора и двух его сообщников. Злоумышленники устроили склад наркотиков в одном из гаражных комплексов. Там они расфасовывали товар, а потом курьер доставлял его заказчикам. Во время задержания в гараже изъяли марихуану и амфетамины на общую сумму почти полмиллиона гривен. Кроме наркотиков, бандиты занимались еще и угоном автомобилей. У них обнаружили ворованую машину премиум-класса. Объемы торговли между Украиной и ЕС возросли почти на 30%. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с главой европейской дипломатии Федерико Маггерини. По словам Гройсмана, экономическое сотрудничество между Украиной и Европейским Союзом набирает обороты. В то же время Маггерини отметила прогресс в двустороннем сотрудничестве Киева и ЕС, в том числе и в экономической сфере. Мы подкреслили, что это год на бутя чилостей угод нашей и безвизового режима. Поэтому мы видим, что эти результаты демонстрируют, что если мы работаем тесно, мы видим конкретные втеленные результаты. Для наших граждан, для экономик, бо збільшився обсяг торговли между нашими, между ЕС и Украиной. Мы столкнулись абсолютно всех вопросов, связанных с территориальной ценностью нашей страны, восстановлением контроля над кордоном, засуджением российской агрессии, столкнулись и гуманитарных вопросов. Четвертое заседание в 2017 году, я бы сказал историческое. Мы видим сегодня, что наша экономическая сообщество набирает оборотов и угода про зону свободной торговли доводит свою эффективность. Нет безопасной Польши, если она конфликтует с Украиной, об этом заявил президент Европейского совета Дональд Туск в эфире польского телевидения. По мнению политика, Польша не должна быть самопровозглашенным лидером Междуморья, а напротив, обязана вернуться к роли государства-опекуна, которое поддерживает стремление стран новой Европы. Напомню, накануне новый премьер-министр страны Матеуш Моровецкий выразил свою категорическую позицию по отношению к Украине. Он заявил, что межгосударственные отношения необходимо строить на исторической правде, а такие события, как, цитирую, геноцид на Волыне, нельзя забывать. Долой офшоры Евросоюз утвердил черный список стран, которые помогают бизнесу уклоняться от налогов. Если эти государства не захотят изменить законодательство, против них будут вводить санкции. Как выглядит перечень налоговых гаваней, расскажет Елена Абрамович. Составлять черный список Еврокомиссия взялась после офшорного скандала «Панама Пейперс». Переговоры длились месяцами, ведь среди стран Евросоюза тоже есть государства с условиями для недобросовестной конкуренции. Например, Люксембург или Мальта ускорила процесс очередная утечка, так называемые райские бумаги. Чтобы угодить всем, решили, что в перечне не будет государств, которые входят в Евросоюз. Всего в черном списке 17 стран, таких как Барбадос, Маршаловые острова, Объединенные Арабские Эмираты. Это страны, которые, несмотря на 10 месяцев переговоров, не взяли на себя необходимые обязательства. Также есть список, который я бы назвал серым, примерно 40 странами, которые пообещали сотрудничать. Это первый шаг на пути к прозрачности, но страны-члены Евросоюза будут ответственны за мониторинг и при необходимости должны вводить санкции. Какими именно будут санкции, в Брюсселе пока не определились. Но идея в том, что попадание в черный список само по себе будет нести репутационные риски. Кроме того, эти страны будут обязаны раскрывать финансовую информацию многонациональных компаний. Никому, кто платит налоги, не нравится то, что самое богатое обходит налоговое законодательство. Этот список должен дать возможность принимать меры в адрес тех, кто уклоняется от выплат. Государствам, которые попали в черный список, в случае желания выйти из него, придется немедленно провести реформы. Еще одна новация Брюсселя, правда пока на стадии проекта, ввести обязательную отчетность крупных транснациональных фирм о прибыли и налогах, которые они выплачивают в каждой стране. Из Брюсселя Елена Абрамович, Вадим Сверидонов, подробности, Европейское бюро телеканала Интер. По меньшей мере, тысяча палестинцев пострадали и двое погибли в столкновениях с израильской армией. Погибшие получили смертельное ранение из огнестрельного оружия в секторе Газа. Также накануне военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по северной части Газы. Там находится тренировочный лагерь палестинской организации «Хамас». Это был ответ на ракетный обстрел еврейского государства. Напомню, 6 декабря президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и решил перенести туда американское посольство. Его решение вызвало волну протестов в регионе. Уже который день под стенами американских консульств в разных странах собираются протестующие. В поддержку палестинцев вышли и в США. В сердце Нью-Йорка на Таймс-сквер прошел митинг. Там люди держали в руках флаги Палестины и выкрикивали антиизраильские лозунги. А в греческих Афинах палестинские беженцы вместе с местными жителями провели марш. Неспокойно и в Берлине. Там несогласные устроили демонстрацию у американского посольства. Не обошлось и без задержаний. Некоторые митингующие вели себя агрессивно. Управляемый хаос июльские беспорядки во время саммита Большой двадцатки в Гамбурге могли спланировать заранее. Так считают немецкие силовики. Полиция провела масштабную спецоперацию. Кого обыскивали? И есть ли задержанные? Татьяна Лугунова расскажет. Пять месяцев спустя немецкая полиция ищет организаторов беспорядка во время проведения летнего саммита Большой двадцатки в Гамбурге. На этой неделе силовики провели спецоперацию национального размаха. Масштабы впечатляют. Восемь немецких земель. 25 городов. Сотни квартир и офисов. Баррикады, горящие автомобили, коктейли Молотова и водометы. Так Гамбург выглядел в июле. В результате беспорядков, которые не прекращались несколько дней и ночей, были ранены сотни полицейских и протестующих. А городу нанесен многомиллионный ущерб. Пять месяцев силовики изучали видео, фото и показания свидетелей. И установили главных зачинщиков. Членов так называемого черного блока. Он объединяет группировки крайне левого толка. В операции были задействованы около 600 полицейских. В том числе силовики, которые входят в специальное подразделение, расследующие деятельность черного блока. В ходе спецоперации полиция изъяла компьютеры и мобильные телефоны. В ближайшее время их содержимое тщательно проанализируют. Силовики предполагают, хаос был спланирован заранее. Члены черного блока якобы еще за несколько месяцев начали закупать пиротехнику из балаклавы. Сейчас мы находимся на промежуточном этапе. Нам удалось раскрыть структуру этой организации и приблизиться к ее ядру. Задержания в ходе операции не проводились, но в полиции готовятся предъявить обвинение как минимум 20 активистам черного блока. Татьяна Лугунова, Геннадий Аникейенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Жизнь детям. В столице прошел благотворительный вечер для сбора средств в Центру детской кардиологии и кардиохирургии. Кто организовал встречу и сколько денег собрали, расскажет Юлия Жешко. Благотворительный вечер в отеле Хилтон при поддержке консульства Италии. Каждый из гостей внес немалую сумму благотворительного взноса, чтобы помочь детям с сердечными болезнями. Здесь собрались больше двух сотен человек, представители бизнес-элиты. И это при том, что рассчитывали на меньшее количество гостей, говорит один из организаторов вечера. Здесь собрались и политики, и актеры, и бизнесмены, и художники. Тут все. Мы устраиваем много общественных мероприятий. Вообще, это уже третья наша благотворительная акция для поддержания детских кардио и педиатрических центров. Вдохновитель ужина за будущее уверен, такие мероприятия способствуют развитию волонтерского движения в Украине. Кроме того, консул сообщил, что за деньги, собранные сегодня, купят новейшее оборудование для центра детской кардиологии и кардиохирургии. Я очень люблю детей, поэтому для меня большая честь и большое удовольствие иметь возможность им помочь. Это мероприятие сделано в первую очередь для людей. Мы, и не только мы, вложили огромные деньги в это мероприятие. Я от имени всего итальянского народа сделал это от всего сердца. Участие в благотворительной акции принял и волонтер Салим Караме. Перед входом в отель его машина скорой стоматологической помощи. Ежегодно он отправляет такие автомобили в зону АТО. Ни одной копейки мы не получали от людей как деньги. Мы все это делаем как волонтерство. Были четыре раза в АТО. Еще до Нового года мы туда попадаем. Помогаем детским домам, помогаем инвалидам, помогаем людям, которым нуждаются. И однозначно сейчас мы помогаем кардиоцентр в нашем секторе, как стоматологический сектор. Организаторы «Ужина за будущее» планируют собрать минимум 750 тысяч гривен. Причем помощь детскому медцентру они оказывают уже не первый раз. Учреждение уже получило три новых аппарата. Юлия Жешко, Виталий Коваленко. Подробности – телеканал «Интер». Научиться считать в уме сотни тысячи и десятки тысяч легче, чем кажется. Это сегодня подтвердили участники первой всеукраинской олимпиады по ментальной арифметике «Дети будущего». В «Бравары» под Киевом съехались 500 детей со всех уголков Украины. Побывала там и Павлина Василенко. У них на столах счеты и больше ничего. Так тоже можно решать сложные задачи, говорит Лера из Чернигова. Ментальной арифметикой занимается всего четыре месяца, но уже есть первые результаты. Я буду считать однозначные, двузначные, трехзначные в уме и четырехзначные на счетах. Проводили специальный отборочный тур и только самые лучшие попали на олимпиаду. Я и Артем. Лиза и Александр на олимпиаду приехали из Краматорска. На простом примере показывают, как сложить двузначные числа. 76. Плюс 2. Плюс 45. Плюс 50. 162. Правильно. Конечно же, мы очень хотим занять призовое место, но также все, мне кажется, понимают, что очень сильная конкуренция, потому что из других городов приезжают тоже сильные дети, которые очень хорошо считают. Я стала намного быстрее делать домашние задания. У меня стало лучше получаться, лучше математика. Детей на олимпиаде разделили по возрасту и уровням сложности заданий. Младшим по 4 года, самым старшим по 16 лет. Ментальная арифметика или, попросту говоря, устный счет с помощью специальных счетов Абакус пришла к нам из Азии. В Китае и Японии эта методика даже входит в школьную программу. Если тренироваться постоянно, то скорость обработки информации повышается. Складывают ребята однозначные, двузначные, трехзначные, четырехзначные и пятизначные числа. Самая маленькая скорость, с которой справляется ребенок, это 0,6 секунды между действиями. Наша основная цель и задача – это скорость восприятия и обработки информации. Не важно, кто ребенок, гуманитарий или технарь. Развиваются два полушария гармонично. И, соответственно, у гуманитария через какое-то время хорошо будут математические способности развиваться, у технаря гуманитарные науки будут идти. Олимпиады по ментальной арифметике «Дети будущего» отныне будут проводиться каждый год. В планах организовать подобные состязания и для взрослых. Павлина Василенко, Павел Лысенко. Подробности – телеканал «Интер». Три человека погибли. Более 200 тысяч покинули свои дома из-за лесных пожаров в Калифорнии. Огонь охватил южные регионы штата во вторник. С тех пор пламя уничтожило около 60 гектаров территории. Пострадали не только леса, но и населенные пункты. Огонь сметает все на своем пути. Потушить его пытаются около 9 тысяч пожарных. Но борьбу с огнем осложняет сильный ветер и сухая растительность в регионе. Как избавиться от похмелья утром 1 января? Почему в Мексике водители оставляют свои автомобили посреди дороги? И какой новогодний салат вы еще точно не пробовали об этом в нашем обзоре? Ловкость рук и никакого мошенничества. Баскетболист из команды «Гарлем Глоб Троутерс» осуществил виртуозный трюк. Поднялся на крышу 10-этажного дома, забрался в автобус, который там находился, и забросил мяч в баскетбольную корзину. Зрители внизу не верили своим глазам. Правда, он далеко не первый, кто проделывает такой фокус. Мировой рекорд остается за блогером Тайлером Тоуни. Он попал мячом в корзину с крыши 160-метрового небоскреба. Аномальное явление. В Мексике впервые за несколько десятилетий выпал снег. В сугробах утопают северные регионы страны. Снегоочистительные машины с уборкой не справляются. Многие водители вынуждены оставлять свои автомобили посреди дороги и пешком добираться домой. Но у природы нет плохой погоды, считают местные жители. Зимней сказке радуются и взрослые, и дети. Играют в снежки, ездят на санках и ныряют в белоснежные сугробы. Свежая голова с доставкой на дом. Британское отделение фирмы Uber Eats накормит клиентов антипохмельным завтраком в сезон рождественских корпоративов. Набор Fix Up Fist в переводе по чине праздник состоит из яичницы с беконом, фасоли, авокадо и свежего шпината. Также в него входит овсяная каша с бананом и апельсиновый сок. Фирма уверяет, такой завтрак поможет избавиться от эффекта квадратной головы. Тайны подводного мира. В Египте на дне Красного моря нашли осла в шляпе. Не настоящего, конечно, а каменного. Статую обнаружил российский дайвер Виталий Базаров. Судя по тому, что каменное животное покрыто ракушками и кораллами, под водой оно находится уже достаточно давно. Вот только шляпа на его ухе относительно новая. Как она там оказалась, неизвестно. Грех. Темное колдовство. Самый ужасный салат в мире. Так интернет-пользователи отозвались о кулинарном рецепте американки Кэти Рид, размещенном на Ютубе. Главный ингредиент блюда – сладкая вода 7-Up. Ее нужно вскипятить, после чего добавить маршмеллоу и мармелад. Потом идут сыр Филадельфия и коктейльная вишня, а в заключение взбитые сливки и майонез. Архитектурный символ Австралии и здание «Оперы в Сиднее» подсветили в цвета флага ЛГБТ-сообщества. Таким образом, страна отметила принятие закона, разрешающего гей-браки. Документ вступил в силу накануне. Теперь в Австралии настоящий свадебный бум. Заявления на регистрацию подали уже сотни однополых пар. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности.ua. Я желаю вам хорошего вечера. Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин